Святаго Бунта Слово Святаго Иоанна Златоустова о девстве. Продолжение Впрочем, оставив это, если угодно, теперь рассмотрим то, что естественно сопряжено с браком и чего никто волей или неволей не может избежать. Что же это? Муки, чревоношение и рождение и воспитание детей или лучше начнем речь выше и изложим то, что предшествует браку. В возможности, ибо в точности знают только те, которые испытали это. Настало время святовства, и тотчас являются беспрерывные и разнообразные заботы. Какого дочь получит мужа? Ненизкого или по происхождению, или бесчестного, или самолюбивого, или лживого, или гордого, или дерзкого, или ревнивого, или мелочного, или глупого, или порочного, или грубого, или слабого. Хотя не со всеми выходящими замуж необходимо случается все это, но необходимо подумать и заботиться обо всем. Так как служеный еще неизвестен, и надежда еще сомнительна, то душа всего боится и опасается, и размышляет обо всем этом. Если же кто скажет, что она может радоваться, ожидая противного, то пусть знает, что нас не столько утешают надежды на лучшее, сколько печаль от ожидания худшего. Радость бывает только тогда, когда она верно ожидает доброго. А дурное хотя бы только было воображаемо, то часть смущает и беспокоит душу. Как у невольников, душа не может быть спокойной от неизвестности о будущих господах, так и у девица во все время сотовства душа уподобляется буреваемому кораблю, пока родители ежедневно одних принимают, другим отказывают. Вчера, державша вверх, сегодня перебивает другой жених, а этого опять вытесняют иной. Случается, что перед самыми дверьми брака обнадеженный жених уходит с пустыми руками, и неожиданному родители отдают свою дочь. И не только женщина, но и мужчина имеет тогда тяжкие заботы. О последних можно и разведать все, а как узнать нравы и наружность той, которая постоянно держится внутри дома. Это во время сотовства. А когда настоит время брака, то беспокойство увеличивается, удовольствие преодолевается опасением. Как бы в этот же вечер она не оказалась неприятной или с большими против ожидания недостатками. Для той, которая сначала нравилась носно быть впоследствии презираемой, а которая с самого, так сказать, первого шага покажется неприятной, то когда потом может понравиться. Не говори мне, а что если она кажется благообразной? Даже в этом случае она не избавляется от заботы. Многие весьма блиставшие телесную красотой не могли привлечь к себе своих мужей, которые, оставив их, предавались другим, гораздо худшим их. Когда окончилась эта забота, тогда является другое неудовольствие при отдаче приданного. Тест не с охотой отдает то, что назначил приданное. Жених, хотя спешит получить все, но принужден требовать уплату с почтением. А жена, пристыженная отсрочка уплаты, краснеет перед мужем более всякого неисправного должника. Но оставлю это теперь. Когда окончилась эта забота, тотчас является опасением бесчадия и напротив того забота о многочадии. Но так как ничего такого еще не видно, то с самого начала они тревожатся заботами о том и другом. Если на тот час сделаются беременны, то опять радость со страхом, ибо ни одно из удовольствий брака не бывает без страха. Со страхом того, что от преждевременных родов зачатая не потерпела вреда, а зачавшая не подверглась крайней опасности. В течение продолжительной беременности женщина бывает несмелой, как виновница рождения. Когда же наступит время родов, тогда чрево столько времени обремененное разверзает и как бы расторгает муки рождения, которые одни могут достаточно затмить все удовольствия брака. Вместе с тем ее беспокоят и другие заботы. Жалкая и скорбная женщина, хотя уже сильно измученная прежними страданиями, не менее этого боится, чтобы ребенок не вышел поврежденным и уродливым вместо правильного и здорового, и чтобы не был женского пола вместо мужеского. Это томление возмущает женщин тогда не менее мук рождения, ибо не только за то, чего они бывают причиной, но и за то, в чем оно не служит причиной. Они боятся мужей. И за последний не меньше, чем за первый, и не обращая внимания в этой буре на собственную безопасность, беспокоятся, чтобы не произошло чего-нибудь неприятного для мужа. Это дитя явилось на землю и произнесло первый крик, что следует новой заботой о захоронении и воспитании его. Если оно будет с хорошими природными качествами, склону к добродетели, то родителям опять беспокойство, чтобы дитя не потерпело какого-нибудь зла, чтобы не умерло преждевременную смертью, чтобы не впало в какой-нибудь порог, ибо не только из дурных делаются хорошими, но и из хороших делаются дурными и порочными. Если случится что-нибудь неожиданное, то печаль родителей будет невыносимее, чем если бы это произошло с самого начала. Если же все хорошее будет поставлено прочно, то у них всегда остается опасение переменной, потрясая их душу и лишая значительной части удовольствия. Но скажешь, не у всех брачных бывают дети. Этим ты указываешь еще и на другую причину уныния. Итак, если брачные всегда, если у них дети или нет, хороши ли они или дурны, бывают дручены разными печалями и заботами, то можно ли назвать брачную жизнь наиболее приятной? Далее, если супруги живут во взаимном согласии, является опасение, чтобы наступившая смерть не разрушила их удовольствие. А лучше сказать, это уже не только страх и ожидаемое бедствие, но и неизбежная необходимость. Никто не может указать, чтобы оба супруги умирали когда-либо в один день. Если же этого не бывает, то оставшемуся необходимо переносить жизнь, которая гораздо хуже смерти. Жили ли они вместе долго или мало? Тот, чем больше испытал, тем больше имеет горе, ибо большая привычка делает разлуку невыносимую. А этот, прежде чем кусить, и насладиться любовью, лишился ее в самом разгаре страсти, почему испытывает тем более скорби, и таким образом оба по противоположным причинам подвергаются одинаково тяжким скорбям. А что сказать о случающихся иногда разлуках, о далеких путешествиях, о происходящих от этого томлениях, о болезнях? Ну, как скажут, это относится к браку? И от этой причины весьма часто многие жены заболевали, огорчившись и раздражившись, то от гнева, то от уныния, они получали сильной горячки. Если в присутствии мужа они не терпят ничего такого, но постоянно наслаждаются его ласками, то вследствие его отсутствия подвергаются этим страданиям. Впрочем, оставив все это, и ни в чем не будем обвинять брак, однако мы не можем защитить его от одной вины, от какой же? От той, что он здорового человека повергает состояние нисколько не лучше больного и причиняет ему уныние такое же, как лежащему в болезни. Продолжение следует.